Сегодня чертания мазутного озера уже не разглядеть. По заверениям активистов ОНФ, мазут смешали с чистым грунтом. Сделали это по распоряжению Республиканского Министерства Промышленности для того, чтобы было легче собрать и вывезти нефтепродукты на полигон. Но народные экологи считают, для достижения цели не все средства хороши. Вот сейчас воочию видно даже по срезу грунта, еще не выработанного, так сказать, бульдозерами и так далее, глубину пропитки маслами, то есть загрязнением земли. Вот его видно. Вот отвалились камни с этой, видимо, ниши. Вот все видно. То есть все это наглядно. Сейчас активисты намерены пожаловаться в Федеральный природнадзор для того, чтобы там разобрались, насколько целесообразны действия республиканских коллег. Специалисты оценивают масштабы загрязнения, а пробы грунта отправят на экспертизу в Томск. Определяем объем замазученного грунта, собранного в куче, с помощью нивелира рулетки. Экологи предлагают разрешить экологическую катастрофу другим, более гуманным способом. Провести ремедиацию. Это уничтожение углеводородов бактериями. Покупается биомасса, вносится. Ну и после этого, по истечению, допустим, 5-7 месяцев, грунт очищается до нужных кондиций. Мазутное озеро вблизи Усть-Абакана появилось 6 лет назад. 300 тонн опасных нефтепродуктов вылил гидролизный завод. По факту загрязнения грунта, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Виновники экологического бедствия должны понести наказание. А вот очистка с живыми бактериями, как предлагают активисты ОНФ, обойдется в десятки миллионов рублей. Таких денег у республики нет. В Министерстве промышленности от комментариев на камеру отказываются, но чиновники заявляют, что они действуют в рамках закона, мазутный грунт вывезут на полигон. Это значит, экологическая катастрофа для жителей Усть-Абакана будет отстранена. А это именно то, чего так настойчиво несколько месяцев добивался Народный фронт. Виктор Буров, Нарик Кузнецов, Вести, Хакасия. Продолжение следует...